итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и мы продолжаем проходить nfs 4 для 1 playstation но произошел конфуз в общем и это второй раз мы будем с вами сейчас проходить турнир с поршиками сегодня да будет он именно и буквально 40 минут назад я начал записывать видите вот уже золото в нем но без к проклятая почему-то не стала писать видео не знаю почему но в общем моя совесть чиста это все об с вот так что будем проезжать этот чемпионат второй раз я его с первого раза получилось выиграть как вы видели ну тем будет может быть расслабленнее мне ехать вот поршик такой же сразу прокаченный но я сразу купил его и прокачал все ему стадии вот естественно все это за кадром осталось ну да ладно денег хватило зато сейчас если мы выиграем этот чемпионат надеюсь так оно и будет то нам в принципе должно денег уже хватить даже на последние две тачки ну на одну из двух тачек для последнего чем по макларен f1 gtr либо mercedes clk gtr вот когда впервые этот чемпионат вот этот закончил там была дилемма тушу денег не хватало надо было проезжать бы еще бы два чемпионата в особых заездах и то не факт чтобы хватило а сейчас уже если мы его удачно завершим топ по-любому хватит так вот блин поршик кстати неплохая машина тоже он действительно хорошо поворачивает у него движка как мы знаем сзади расположена причем даже именно сзади они посередине основная масса двигателя приходится на заднюю ось вот за счет этого он достаточно хорошо винчивается в повороты но у него есть минус связи с этим он ах ты негодяй он у него есть недостаточная поворачивание мость с ней приходится бороться вот об этом также писал один из подписчиков комментариях спасибо ему также сказал что бери поршик дабы нам предстояло еще на нем пройти супер кубок porsche в особых заданиях вот я этого что-то знал или забыл я не знал да еще и забыл это обычно бывает смотрите какой кузьма упирается взяты опять утру лишь да с переходом на поршу вот так что но я бы porsche в любом случае в принципе взял бы я вам говорил еще до ентова вот потому что мне здесь porsche не то что больше всего нравится но просто что нам нигде же не дают на поршах покататься нас постоянно руфы нам пихают в лицо а вот как раз мы сейчас имеем дело с электроник карт у которой и по сей день есть лицензия porsche и автомобилей porsche так что вот естественно вопроса даже принципе не стояло что здесь брать естественно porsche конечно porsche сама воска такая я сама воск тут наверное это ferrari f50 наверное все таки по показаниям она самая крутая вот ну и как я уже говорил на таких очень крутых уже машинах практически нету времени тут отвлекаться на всякие красоты там и прочее ух а так вот и далее практически голливудский кадр из кинофильма for sage когда брайан уконнер и доминик торетто прыгали через железнодорожные пути прямо перед носом большого железного монстра в общем поезда как вы поняли да слушать тебя мы от них оторвались туда одноглазый porsche подмигивает о лэб-рекорд побили отлично сейчас уже там будут присутствовать и мои рекорды на 911 посмотрим значит я сам себя тут уделал наверно а даже не сам себя я был на втором месте глядя я цел к гтеру просто втоптал в грязь на 2 секунды круто лучшее время но так вот ребята здесь вам не тут так ого гриня 2 пришел так гриня плохо хотя нет к чё плохо хорошо чё я говорю кузя там где-то самых последних рядах финишировал интересно чушь ним там такое случилось ну кстати я заметил они в дождь тупят уже вот на таких мощных машинах иных их иногда разворачивает крутит там вертит короче и это может кузя с выбором резина ошибся да ты попытался послать их куда подальше по-моему нифига незвучно получилось как-то однообразный такой сигнал так ну чё киндиак парк это наша любимая трасса вот надо не удалить не ударить в грязь лицом проблем с буквой р правильно на таких скоростях ездить и мое да еще и биться постоянно головой обруль повылетали зубы теперь л не выговариваю ну не лэ а лэс вы поняли вот это да и больше хорошая машина я корвет все равно не изменил корвет меня как был самый крутой тачка здесь такая останется любимейшей вот но Но признаюсь, что Поршик по управляемости мне очень нравится. Он даже, ну, круче Корвета, конечно, ввинчивается в повороты, хотя он и мощнее. Вот, но внешность мне все-таки больше Корвета доставляет. Поршик прокачанный тоже становится такой прямо агрессивненький вид, особенно вот этот вот здоровенный этот спойлер сзади. Это вот трилляж, это буквально где-то полка на капоте двигателя. Но Корвет есть Корвет. Блин. Так вот, блин, тут только хотел похвалить Порш, кстати, что он с обочинами лучше справляется, чем даже Корвет. Но меня тут же занесло. Кстати, знаете, что я заметил? Еще одна фишка, получается, НФСа. Я, когда первый раз этот чемпионат, получается, вне записи проходил, да, то вот эта трасса, она была отзеркалена, а сейчас она просто, просто в обратку. Так что, получается, тут такая еще веселуха есть. Вау, нифига, как мы накатили, видали. Вообще, просто F-50 разорвали. Так, 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 аккуратно. Ничего себе, вот это полеты. В общем, такой нежданчик в качестве бонуса, что ли, что в одном и том же чемпионате можешь ехать, да, а трассы тебе будут попадаться... Ну, трассы будут, в смысле, те же самые, но... Конфигурация их может немножко отличаться. Так что, вот. Ничего себе. Ох, да, блин. Напряженная гонка была, напряженная. Что тут скажешь? Ого! Лучший круг у Грини на 3 секунды круче. Кстати, Кузя опять последний пришел, ничего себе. Ого, отлично. А, ну, здесь, видите, я сам себя побил. Причем на 6 секунд на 911-м же. Обалдеть. Ну, я тут, кстати, тогда второй пришел. А сейчас-то я выиграл. Грини, Кузя всего 2 очка. Ну, короче, ладно, получается у нас Грини тут будет самый главный. Самый главный, в 50. Так, назад, да еще отражение Ландштрассы. Ох. Так, ну, Ландштрассы, по-моему, такой и была. Назад и отзеркалено. Отзеркалено, да. Саки Каскес. Поехали. Магнитола в теме. Поршка хорошая, тоже магнитола. Немецкое качество, как и в Бэхе. Безотказанное. Поварь. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть, блин, в колонну не уехал. Хе-хе. На платформу. Три... Ой, девять. И три четверти. Хе-хе-хе. Блин. Как это. Прикольно. В прошлой серии в комментариях там тоже один из подписчиков пошутил. Я прям ржал, когда прочитал. Долго ржал. А-а-а! Вот здесь не до смеху. Ё-моё. Ну как так? Поршка, пошёл вон. На чём он там? На Диаблухе был. Блин. Гриня отжигает, а. Точнее, чё там Гриня? Кто такой Гриня? Гриня, Гриня. Обычный колхозный парень, пересевший с трактора на вот Феррари F50. Просто повезло парню. Тут я косячу. Вот, блин. Гриня тут ни при чём. И вот этот вот Типелус тоже. И Аор. И Егор, то бишь. Так, так, так. Аккуратно, аккуратно тут. Сельчане. Не подавить бы их. Слушай, Егор. Тебя уже знаешь, где заждались? На выпасе коров. А точнее, быков. Так что давай, цепляй свою ламбу. В охапку. И шуруй, пасти. На ней же. Коров. Не, гляньте, а он ещё и отрывается. Или это ты так спешишь? Тебя вообще-то в обратную сторону оттуда ехать. Несёт, да, несёт всё-таки. Если не вовремя затормозить. Да-да-да, давай-давай-давай. О, вот. Не получилось, да, Гриня? Пролезть. Сквозь колонну, телепортнуться. Куда бы там хотел. В Хогвартс, короче. Одного, короче, отправили коров пасти на своём бычке. А второго в Хогвартс. На метле гонять там. Ох ты, у меня опять одноглазый поршик. Да, тут, как бы это ни было странно, как бы это странно не звучало относительно Need for Speed, но приходится пользоваться тормозом. Причём, пользоваться им достаточно часто. На этих машинах тут уже не забалуешь. Чё он там бибикает? На ИСПУК меня, что ли, берёшь? На ИСПУК? Не получится. Я не из тех. Блин, держится, висит прямо на заднем хвосте. Чего? На заднем хвосте? Ну, в смысле, на спойлере. Переднего-то хвоста вроде как нету. Так, 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 так. Ускоряемся. По прямой. Так, ну где там финиш уже? Блин, где-то тут должен быть финиш. Давайте мне его уже. Уже, уже финиш давайте. Я нервничать начинаю, когда нет долга финиша. У-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у. На потеху зрителям. А зрителям и телезрителям вот подымили на финише. Ху-у-у. Отлично. Победа. Ух ты. Ещё и лучше круг, да какой? В трёх секундах от Гришки. Чё сказал? Он никогда такого не говорил. О! Не смог я зацепить сам себя по лучшему времени. Но зато по лучшему кругу. На две секунды ещё сам себя уделал. А он что-то сказал, You said the new course? Чё открыл новый трассу? В общем, я не понял. Чё-то такое он ляпнул. Но к чему это было сказано, непонятно. Если вы поняли, можете в комментах написать, что я не секу в английском и написать, чего же он такой ляпнул. Но я чё-то... Чё-то я не понял. Ну, пока идём неплохо. Хотя... Хотя-хотя... Не сглазить бы. Дождь опять. Раззадорил Грини. Типа побибикал ему в заднее зеркало. Пусть я теперь думает, что я его послал на все буквы, которые есть. Весёлые. Кстати, в дождь вот на... На Порше уже Корвет, видимо, может недостаточно мощен ещё был для этого. Но вот на Порше ощущается, что в дождь уже машина тоже себя ведёт. Ну так. Несёт её больше. На Корвете тоже немножко ощущалось, но на Порше гораздо больше. Невероятно. В Need for Speed вообще про такое говорить, да? Ничего, кто-то ещё будет в Порше Unleashed. Мне уже, если честно, ссыкотно немножко. в Порше начинать играть. Ничего себе. Если тут такие физические модели у нас присутствуют. Кстати, вот... вот здесь... Тьфу-ты. Короче, эта трасса по-другому была, когда я проходил первый раз этот чемпионат. В начале круга я въезжал в город. Не знаю уж, как она там отзеркалена была или наоборот вперёд. Я не посмотрел, как она сейчас. Ну, сейчас она точно отзеркалена, но назад она или вперёд уже не помню. Так что да, действительно. Ой-ой-ой-ой! Ох! Вот это да! Ёшкин дрын! У меня сейчас седых волос прибавилось подмышками. Ох! Вот это было! О, чёрт! Ребята, давайте на пидстоп заедем. Немножко перекурим. Вот это да! Блин. Вот этот эпизод... Не знаю, как он там смотрелся. Короче, на записи, но я прям ощущал, что я не вписываюсь. Как я там не влетел, не знаю. О-о-о-о! Блин, меня аж в этот в жар бросило. Честное слово, там температура наверное под 40 сейчас подскочила. Ух! Надо форточку открыть в Поршике. Кондишку включить. Э-э-э, чё музыка перестала играть? Ну, блин. Или она уже давно не играет? Я аж чё-то отключился. Да, эпизод, эпизод гонки был однозначен. А может даже эпизод Чемпа. Хе-хе. Так, ладно. Надо снова сконцентрироваться сейчас в город. Ненавижу город на мощных машинах. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас же Гринян достанет. Ой, я успел сейчас мельком на карту взглянуть. Ничего себе. Это, судя по всему, смирите, Кузя. Ой-ой-ой, ёлочки. Ох, неужели финиш, неужели первое место? Ух! Нате вам, нате вам, проклятые Феррари с Диабло. О! Лучше. Ага, лучший круг. Нифига, Егор, одна, 45. Только хотел сказать, что я чуть-чуть лучше Гринни проехал. Она с обоих уделал. Егорка. Фух! Топ тайм. А, а, только третий. Ну да, вот, прошлый раз, видите, две секунды сам себе слил с прошлого заезда. О! 8 очков уже преимущество. 8, 8. Так, ладно, ладно, рано радоваться, очень рано. Назад, отражение. Фух! Трассы. Впереди трассы предстоят жесткие вообще. Ну, я скорее не про Дюрхам, роут этот. Но, про две последних. И поверьте, даже если будет у нас задел по очкам, это еще ничего не значит. Еще все впереди, е-мое. Но я вам про это чуть позже расскажу. Не по фэншу, я уже говорил, кажется. Расположены будочки эти. Их опять поставили. Я их сношу, блин, облагораживанием. Ух ты! Красиво тоже тачка подлетает. Занимаюсь, значит, облагораживанием города, а они не слушаются. Так, и второй здесь. здесь надо притормаживать. Я уже запомнил, Блин, ни одну гонку я еще чисто не выиграл. Постоянно кто-то вперед вылазит. Постоянно нервы мне треплют. Не жалко и меня совсем. Ой-ой-ой, так куда? Фух. Е-мое. Что-то понесло. Я говорю, физика, физика уже, да, вот. Ой, е-мое. Кто там что? Куда? Нажал, понимаешь ли, на тормоз поороте и все повело. полюбное место сейчас будет аккуратненько между колоннами. Мы не Гарри Поттер. Если въехать в колонну, нас никуда не телепортнет, мы просто тупо убьемся нахрен. ты в первом месте. Это последний последний это благо, что Поршик еще вот такой вот податливый. Ай-яй-яй-яй-яй. Ч-ч-ч-ч-ч. Извини, парнишка, что я тебя похоцал. Блин, все время он у нас разбитый в хлам. Вот кто там, блин? Иди вон, Гриня, я тебе что говорил? Шуруй на свой трактор опять. Так, поедем-ка лучше по этой стороне тут, по-моему, лучше. Постоянно нервирует меня. Двух секунд даже отрыва нет. Давай, мой Поршик, давай. Выдай все, что ты можешь. Эй, чё, музлок? Бери это самое. Заживало, что ли, кассету? Фу. Тем не менее, победили. Ух. Ого, 1.31. Ну, здесь однозначно у меня лучше. Круг, вот так вот. Сопляки. сопляжу и смотрите и учитесь очень приятно это слышать о здесь смотрите один я только я лучший я среди себя лучше же а нет прошлый раз было лучше чуть время ну ладно зато общее круче 10 очков 10 очков бухта дельфина в ночное время это вам не дневное время вот две последних трассы тут надо особо блин я как бы их фиговенько знаю ладно в бухте дельфина то на долфин ков мы ездим или уже как бы счета побеги кэш фары ближний даль не включается кнопку что бибикалка меня отняли мою привилегию могу бибикать это а это минус 2 очка от скорости и от харизмы тоже кстати да если не можешь бибикать то харизма тоже падает что это место вообще скорость здесь классно ощущается да чтоб тебя борж блин блин нифига он еще так по носу мне чиркнул а ты куда лезешь а кто и горка горка тебе кажется говорил что сейчас вечер вещь ночное время и загоняй в стойло своих коров вот здесь место с очки прикольный но блин очень такие точно надо там вписываться гариня да чтоб тебя блин хотел бы в пятак засаду лить йоркен прям таки дрифт сейчас даже с ручничком вошел поворот не porsche к определенным не нравится классная машина классная тачка поворотистостью она свое берет ай-яй-яй-яй то что ты будешь делать иди убейся об скалку блин и горка а лучшие иди убей гриню раз ты меня обогнал гоняй тогда и гриню еще без не ну время еще есть есть отыграться блин уже porsche скрит совсем все плохо пидстоп не заедешь там все равно ничего не исправят и у меня команды на пидстопе нету вообще своих механиков ни разу не видел просто вот это да вообще четко получилось красиво черт возьми прям такой полицейский разворот ему устроил да я к тому что это где моя команда пик крюк так называемая я прихожу просто в бокс и раз машина уже подготовлена кто чуть делать когда успевать непонятно а в ходе гонки не нету разбегаются все кто куда ой 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 да опять в этом же месте до штоп тебя вообще какой-то porsche а ну тот-то урюхался блин даже перед самым финишом а вообще плохо это очень плохо я вам сейчас объясню почему следующая трасса она просто ужасно пусть она крутая красивая ну блин я ее вообще не помню я в прошлый раз приехал там 3 и с таким большим трудом уууууууу пятое время смотрите я самому себе на 911 сколько уступил 6 очков задел задел блин я в прошлый раз когда ехал у меня был задел 8 очков здесь я почти все потерял сейчас у меня всего лишь 6 очков блин и я там третьим я не за каким-то чудом приехал сейчас я вообще не на что будет постараюсь ехать поаккурате сложная трасса зимой короче вот он короче тут явно мои механики что-то намутили с резиной и здесь машину по снегу жутко несет они мне наверное я не знаю по старой памяти слики воткнули прикольно да ну нафиг ты вообще не поворачивала вот серьезно ребята ё-моё просто понесло зацепил снег и она уже все к отказывалась выруливать оттуда были я говорю здесь сложная блин трасса еще в плане того что я ее вообще не помню я вот разок по ней проехался как бы так более или менее что-то запомнил а вот такие вот мелкие еще видите карманчики есть которые можно вылететь о вот этот поворот вообще жесткий здесь короче здесь это снегоуборочная техника у них вообще не работает вот ругаемся на своих как бы здесь он тоже нифига не пашет видео на трассе прямо это мог снег слякоть грязь какая-то я на сликах еду ё-моё надо не то что дождевую здесь надо грязёвку ставить роли ну ю да чтоб тебя кстати еще прикольно что они здесь тоже как бы тупят вот видите я затупил два раза и меня даже не смог обогнать кто сзади идет потому что но им тут тоже тяжко на самом деле и это сходить еще это за шум был уехала что вот и это это меня хоть как-то спасает блин шесть очков разница блин я щас башка вообще не варит все занято внимание раз ну блин надо приехать как минимум четвертым чтобы на одно очко было больше я так понимаю хотя даже не уверен шоу ай так за 5 по идее 2 очка дают я не уверен что-то блин вообще все на грани ё-моё в мэмра вы гляньте на третье место вышло вот это да вообще и никогда и не видели видимо спешит очень сильно мэмра куда-то на распродажу знаю каких-нибудь ну что там обычно покупают сапог зимних ай-яй-яй-яй и вот она узнала мэмра что где-то скидки в супермаркете и прямо летит ей на все по барабану да ёшкин код все ладно едем серьезно казалось что этот прям рядом несет вообще очень сильно серьезно ребята о вот видите как она здесь тоже медленно идет вот эти вот тещины языки здесь оно бы все ничего но там слякоть слушай блин ты мое спасение мэм рачка мэмра пожалуйста я тебе куплю эти сапожки 3 3 сапожек куплю только прошу тебя пропусти пропусти меня пропусти меня ё-моё я тебе буду не мэмра и ты будешь мышкой будешь зайкой будешь а нет пятый все по моему это капец по-моему это все ребята тошна до 7 гонок проехать и за 2 слив такое преимущество ну так блин это чё нет это шито вот а да 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 я первый первый and the first one у ух столько нервов не вытрепал этот последние две трассы да вообще весь чемпионат ух двойное золото надеюсь сейчас все будет нормально и серия запишется 600 тысяч ребята 600 тысяч а 500 стоит всего этот макларен ой круто блин вы знали нервов много потрачено все пойду отдыхать ладно надеюсь что вам понравилось очень напряженный был чемпионат думаю что за такой чемпионатик можно и лайкосик поставить ну а с вами был как всегда скудер подписывайтесь на канал на группу вконтакте комментируйте в общем увидимся в следующих сериях прохождения всем пока пока и удачи не забывайте одевать резину в смысле зимнюю резину в смысле зимой зимнюю резину вот